ребята всем привет и девчата рад вас видеть на моем канале снова и сегодня у меня появилась такая возможность показать вам в сравнении распаковку двух коптеров один это мой старый коптер и второй новый так получилось что старый коптер только завтра уже новому хозяину а новый коптер сегодня уже приехал и они в данный момент у меня оба на руках и сейчас мы их с вами посмотрим покрутим повертим и в чем же разница у них давайте это мой старый значит коптер джей мавик мини но это набор комбо с ништяками максимальная кого комплектация если вы хотите начать автором пилотирование я решил попробовать с этой маленькой модели компактный здесь все для начинающего скажем так любителя квадрокоптеров есть сейчас я вам покажу что здесь было и соответственно вот смотрите то что приехала мне сегодня это не второй и уже даже по коробке видно что даже коробка соответствует названию что это мини ладно давайте распакуем сначала большого брата можно быстрее здесь значит сам коптер вот в таком кейсе идет также так как это комбо набор идет значит лопасти которые защитные одеваются на лопасти такие защиты но для начинающих тоже очень такая штука мне понравилась удобная он падает ее вообще как ванька встанька такой то есть даже если вы уронили или он упал зацепил за что-то все как бы остается целым и невредимым так поэтому я откладываю с лопасти в сторону дальше что подразумевает из себя комбо набор так но это здесь адаптер адаптер стандартная американская вилка я даже не пользовался потому что розеток уже не полно вот все что отличает комбо набор от обычного это то что здесь идет не один аккумулятор а целых три вот они такие аккумуляторы их идет три штуки эти маленькие черненькие аккумулятора так что нас еще здесь в коробке есть это мануал какой-то на английском китайском языке так все в коробке больше ничего нет значит переходим к самому кейсу в кейсе у нас сам коптер вот он малыш соответственно лежит здесь три вида кабеля это чтобы подключать наш пульт к нему здесь идут разъем на разные телефоны то есть на старый android mini usb на современный android type-c и соответственно третий провод здесь лежит это лайтинг для айфона здесь идут запасные лопасти запечатанные я их тоже соответственно даже не доставал потому что необходимых не было и в каждой лопасти идут свои болты новые поставил новую лопасти прикрутил новыми болтами их три штуки запасные так дальше дальше идет у нас вот такой хаб это тоже как прерогатива комбо набора вот сюда вставляется три аккумулятора нажимаю на данную кнопку первым вот он показывает сразу заряд и так же если они здесь все три стоят можно от них там телефон зарядить здесь вот usb обычный предусмотрен заряжается все это дело и mini usb коптер кстати тоже заряжается mini usb здесь разъем для sd карточки сейчас раскрою такой малыш помещается на ладони спереди подвес у него открою фиксатор подвеса здесь камера стоит 27 она максимально видимо снимать 27 к ну такая немножко резаная камера для младшей версии так и соответственно вот сейчас вам покажу здесь такой грузовой отсек но собственно вставляется этот аккумулятор приехал до щелчка там мы поставили и теперь вместе с аккумулятором много карт памяти еще не цикар то есть 249 грамм будет есть этот малыш положу из закрою поставлю его на кейс это менее 1 колени и вот такой шел к нему пульт такой пульт даже пульт чуть больше чем сам коптер чем мне не нравится минус этого пульта во первых небольшой радиус действия него так и здесь надо в него устанавливать мобильный телефон очень такие крепления здесь вот стики у нас лежат стики мы достаем скручиваем а да кстати в комплекте идут запасные стики вот эти если потеряются можно вставить запасные и вот в чем как бы основной минус покажу телефон так у меня телефон большой лопата samsung galaxy ultra сюда где соответственно провод подсоединяем к проводе надо вот сюда вот его вкрячить так вот телефон во первых вот такая вот получается у нас штука мне не очень удобно потому что телефон приходится вынимать из чехла все время решение на самом деле такое себе спорное мне приходится все время вынимать телефон из чехла это очень неудобно когда ты где-то на природе то есть и надо по-быстрому там остановился на машине запустить коптер хочешь что-то интересное заснять тебе надо вынуть из чехла сюда вставить и потом уже полетел так вот это выглядит и соответственно давайте сейчас мы посмотрим как все это выглядит в новой ревизии и джай мини 2 вот коробочка реально в два раза меньше стало не знаю почему то некоторые обзорщики говорят что он летает на qsing 3.0 может это обновление придет из коробки влетает на qsing 2.0 то есть вот так пуля с пультом старый миник он летает на в это по вай-фай сигнал передается по вай-фай соответственно у него расстояние не очень большое роутер встроенный коптер и в пульт не старался на 10 километров он сигнал вай-фай не пошлет полет его ограничены там грубо говоря двухстами метрами на открытой видимости хотя здесь они пишут на старой коробке сейчас я посмотрю здесь написано дальность полета 4 километра и типа он будет передавать 30 минут 4 километра будет передавать видео hd на монитор но на телефон до который визирует здесь что они пишут здесь значит уже 10 километров с кусинком с этим 20 и тоже в hd видео трансмиссион передает все то же самое только на дисках там значит 4 было здесь один ой 10 ну соответственно в реале это наверное надо делить на 10 потому что тот коптер у меня летал 400 метров это максимум 300 200 такие диапазоны он вам пищать что как бы домой хочу вот соответственно этот если полетит на километр это будет уже хорошо такой малышки это даже круто здесь это на каком-то идеальном есть это идеальных условиях так смотрите здесь она идет ну вот в такой сумке все упаковано сумка сумка не такая жесткая как у первого мавика диджай на самом деле это такая замануха для ментов где нельзя пускай коптера ты тут такой же сумка диджай вряд ли они подумают что тебя там гембл для мобильного телефона они наверно других коптеров не знаю как он диджай так и вот мы открыли здесь все у нас так плотненько упаковано давайте начнем с этого кармашка здесь у нас идут запасные лопасти тоже 3 комплекта как раньше 3 комплекта запасные стики и отвертка вот эти лопасти поменять так понимаем дальше что это у нас это у нас пульт что прям все вандально раздербанивать сейчас попробую аккуратненько вынуть это ребятам скажу позачетней до сразу видно серьезное намерение на полет вот этот детский пультик из магазина радиоуправления речи техники и вот этот серьезный такой уже держать удобно даже заряжен он здесь домики для стиков и здесь и уже современный разъем здесь не за какой-то динамик или муж вентилятор встроена какой тут прорезь радиатора значит съемка видео кнопка этот колесико она регулирует положение камеры вверх-вниз вот вращение камеры у нас происходит за счет вращения самого коптера и вот у нас собственно само крепление для телефона здесь у нас идет кабель уже вот он лежит кабель для айфона лайтинг смогу ли я туда запихать телефон в чехле в этот новое крепление не морочится опачки опачки давай давай да не нормально он прижал с резинками так включил включил только на телефон стики типа немножко другую конструкцию нет достиг уже ну вот этот конструкция намного уверенней телефон здесь в чехле он меня иногда просто когда вставляешь в примере в ту конструкцию был немножко небольшой монтаж что он может выпасть и разбиться так огонь вообще пульт что у нас тут дальше идет аксессуары давайте посмотрим аксессуары это у нас ориентация таких наклейки ничего нет больше ориентация все мы изучили спасибо открываем следующую коробку с надписью Axurice и здесь у нас ждет наш провод sbc xbc для старых телефонов положили тоже на всякий случай дальше это адаптер а даже под европейскую розетку адаптер смотрите это говорил что он даже 8 до 18 вольт быстрая зарядка значит поддерживается так еще какой-то проводок что за проводок а это соответственно проводок до зарядки sbc и sb обычный откроем давайте с вами вот этот кейс у нас изменился цвет стал серый usbc да он здесь тоже теперь все феншую кнопочка показывает что у нас все аккумуляторы доходы ну остается изменилась форма h18 и 17 год тут какие-то информация что же они вот три года назад уже в в планах был этот дрон интересно так давайте сравнение достану старый футляр в принципе похоже похоже эти футляры ну прям чуть 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 меньше старый новый прям капелюшечку больше но буквально миллиметр вот там сейчас мы посмотрим на аккумуляторы видите чем отличается более круглый и новый вот здесь качество второго получше было защёлки вот эти качества здесь как-то сэкономили ну-ка на этом что написано 2 400 ампер час а здесь у нас очень просто все мелко сейчас найду 2 250 17 32 вольта здесь 17 28 по весу они кажется как будто бы легче эти новые коробка стала да более квадратная так вода розетка вроде бы у нас все остался сам по моему коптер все да он больше в этой большой сумке ничего нету так вот он наш коптер здесь добавили они вот этот фиксатор вот такой застежки видите я его открыл здесь сразу написано мини 2 очень удобный кстати фиксатор он блокирует еще сразу нижние лопасти когда его одеваешь чтобы не болтали сразу верхние то как не блокирует так и не блокируется так вот этот мы снимаем вот наш новый подвес 4к на нем сразу написано вот вот все так вот все поставлю вверх схватить с этим они как будто все точно такая же они видите два стоят смотрят коптера какая-то прорезь появилась чего а это лампочка эта лампочка нет лампочки спереди так создать его разложу надо снять наклейку вот так снял такая вот красота лопасти современного нового желтые вот мерочки вообще один в один давайте откроем наклейку снимем третья комната сюда запихнули вот сравните загрузочное пространство получается вот чуть больше здесь видите закрыли болты раньше только на передних были закрыты теперь на задних закрыт заклеена сенсор лампочка остальном конструктивно все без изменений вроде ноги все те же самые здесь вы самые все все вот такие вот они маркоптера так на новом у нас написано ультралайт 249 грамм а на втором что назвал написано тоже ультралайт 249 грамм в общем да вот так внешне отличить их можно только по новому USB-C разъему я сейчас отключу перед лампочкой что это посмотрим и соответственно полоски на лопасти так аккумулятор у нас это тоже дохлый интересов да вот тоже у нас дохлый в общем ребятки у нас тут пошло обновление прошивки дрон заряжается как я говорил спереди лампочка теперь у нас такая вот есть вот вот наш старенький дрон все ребят всем спасибо что посмотрели эту мою распаковочку мини обзор надеюсь вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь и жду вас снова на канале все всем пока 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 пока